друзья когда в четырнадцатом году омон на майдане очень сильно и сбивал людей я уже тогда в принципе вся украина не могла понять откуда у силовиков столько ненависти к людям как можно 15 человек бить одному палками убивать практически или кто-то лежит вот они бегут толпой и каждый должен пробежать ударить саранча то же самое мы наблюдали в августе двадцатого года в республике беларусь когда они не задерживали людей не специально их калечили они специально их практически убивали иногда десятером на одного и каждый соревновался кто больше раз ударит человека палкой это описывалось одно слово откуда у них такая ненависть мы все до сих пор не можем понять как в двадцать первом веке им закладывают в голову что человек который против власти против диктатора его надо так калечить избивать уничтожать я вчера в телеграм-канале сделал бот обратной связи первый раз получил сразу же огромное количество сообщений практически провел диалог с людьми стрим такой персональный но получил одно очень интересное письмо она как раз касается этой темы и я хочу с вами поделиться и прочитать это письмо а вы уже откомментируете что вы думаете на этот счет поехали после окончания второй мировой войны на территории беларуси осталась секретная литература войск с.с. где вафин с.с. которая переведена используется для подготовки силовиков в частности омон внутренние войска и альфа кгб военизированные структуры вывозили свои семьи за месяц до выборов 2020 но кандидаты в президенты решили не придавать этому значения и продолжали заниматься самопиаром который и сейчас продолжается безоружный народ это расходник пушечное мясо во все времена никто до сих пор не взял на вся ответственность за события повлекшие такое насилие обращение к мону силовикам и так далее попытки их перевести на сторону народа цветы и поцелуи это полный бред если вы не владеете элементарными знаниями о подразделениях способах их подготовки и не знаете что такое строй итак поехали на службе при надевании военной формы формы одежды у человека происходит смещение нравственных понятий это уже совершенно другой человек влекущие за собой убийство других людей относится так называемое исполнение долга например когда солдату приказывают стрелять противника солдата другого государства или в мирное население собственной страны мораль остается за пределами воинского устава оказывается вдруг недействительной и человек получает законное право убить другого человека тот случай когда не до законов подавляющее большинство военнослужащих воспринимает это абсолютно как норму не занимаясь рефлексией и поисками нравственных основ таких убийств правда судьи на процессах нацистских преступников нюрнберге почему-то не обращали внимание на доводы обвиняемых которые по классической схеме кричали я солдат мне приказали я стрелял таким образом перед нами пример двойной морали свой солдат отказавшихся стрелять это преступник а чужой солдат отказавшийся стрелять хороший парень который ответственности не подлежит данный парадокс как нельзя лучше характеризует лживость нравственных ценностей современного мира принципы государственной выгоды становятся превыше всего государство подавляет личность заставляя быть убийцей милицию армию судьи эскадроны смерти палачи это все исполнители переговоров но отсюда следует и неизбежная реакция личности раз можно убивать на законных в кавычках основаниях значит само по себе убийство вещь допустимая дело не в том что нельзя убивать вообще никогда нигде и никого рассуждает такой человек а в том чтобы убийство совершалось на законных основаниях либо чтобы не попался как произошло с романом бондаренко но убийц мы все знаем и вот беларусь пожинает плоды своей лживой морали тысячи пострадавших и убитых без вести пропавшие якобы уехали на работу за границу и конца и края этому не видно а сколько политических заключенных когда государству нечего предъявить они суды делают полностью закрытыми в 2011 году вы судили подставных убийц полностью открыто военные психологи давно и активно ищут способы увеличить процент убийц во всем мире уже пробовано много способов повышения путем тренировки боевой ценности молодых мужчин волшебное слово при этом мотивация она начинается с хвалебного письма направляемого командиром родителям солдата включает такие меры как внушение известных формул о справедливой или священной войне вплоть до попытки объявить противника не до человека прибегает и к так называемой симуляции моделированию ситуации когда например вырабатывается навык не раздумывая открывать огонь без прицела теперь стремятся лишить сам акт убийца убийство эмоциональной окраски придать ему деловой характер а также сделает солдата не чувствительного боли и страдания методики существуют разные их очень много начиная от просмотра фильмов про убийство зажатой в тиски головой и не давая закрывать глаза сажают самолет и в ходе полета имитируют отказ двигателя взрывают гранаты когда человек не ждет этого применяют психотропные вещества и так далее командир который осуществляет но что хотя и подвергается критики со стороны подчиненных в действительности обладает неприкасаемым авторитетом он в глубине души воспринимается как олицетворение мужественности в этих представлениях о достоинствах мужчины высшей доблестью считается самообладание потому что он представляет собой психическую предпосылку для мужественной смерти с гражданской личностью покончено вверх берет военизированная сверх я происходит милитаризация психики изоляция от женского пола ведет к слишком сильной ориентации на ценности сугубо мужского коллектива в результате чего создается некая псевдо маскулинизированная аура которую психологи называют синдромом джона вейпа друзья кто этот термин знает расшифруйте пожалуйста в комментариях в ходе постоянных вылазок в город с целью подавления протеста военнослужащий все меньше осознает свою прежнюю личность и все больше становится частью организма который представляет собой его воинскую честь жесткость возрастает наносить увечья стан увечья становится легче и легче потому что ответственность с каждого отдельного военнослужащего снимают признанные институты воинское подразделение государства даже бог да да вы не ослышались работа ведется даже через священнослужителей в мирное время наши священники освещают армию на присягах и больших праздниках которая изначально призвана убивать людей неважно с какой целью нападение ли защиты но убивать уважаемые и любимые белорусы мы не показываем своих лиц но мы находимся здесь внутри мы трудимся каждый день рядом с вами никуда мы не уехали ведь наша борьба началась еще с теракта в метро в 2011 году когда у невиновных людей так легко отняли жизни а заказчика исполнители спокойно продолжает спать и уничтожает свой народ нам не нужны донаты и выплаты человеческий ресурс безграничен больше всего на свете лукашенко боится что кто-нибудь сумеет заглянуть сквозь его ложь увидеть насколько он слаб и отвергнуть свою любовь к людям он публично продемонстрировал в полном объеме стоимость билета за вход мы знаем и мы уже готовы стены рухнут живи беларусь друзья напишите что вы думаете я добавлю хороших людей больше слова украине живи беларусь алга казахстан мир без диктатуры вот такой необычный решил сделать выпуск всем пока